Итак, приветствую вас, уважаемые пользователи и читатели интернет-ресурсов Меганзер Ничелком. Сегодня у нас обзор новинки от компании Prestigio, это смартфон Multifone 4505 Duo. Поступил он к нам недавно в редакцию, сейчас мы хотим представить тест этого бюджетного смартфончика у нас на канале и на сайте. Смартфон вставляется традиционно по оформлению для производителя упаковки, здесь под карбончик сделана упаковочка. Я думаю, что если смартфон приобретаться в подарок для девушки или детей, можно его дополнительно упаковывать. Упаковка действительно сделана более-менее эффектно, то есть давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Стоит этот смартфон 7000 рублей, то есть стоит не совсем, конечно, нельзя назвать ее низкой, но при этом нельзя назвать высокой. Итак, сам смартфон, как можно заметить, он поставляется в хоженом чехле. Хоженый чехол выполнен на достаточно хорошем уровне, то есть он жесткий, то есть использовать его можно, запаха китайской кожи здесь нет. То есть смартфон лежит в ней плотно, можно его действительно использовать. В дальнейшем, так далее, есть у нас низкая инструкция по работе с смартфоном. Если вы не работаете с андроидом, возможно, он будет полезен. В остальных случаях ничего необычного здесь нет. Есть кабель, защитная облётка и электро-защита, то есть от помех. Есть у нас наушники, наушники более-менее такого, между бюджетными и средними качествами. Естественно, что если мы не ломан, лучше использовать какие-то сторонние решения. Есть световая адаптер с USB-разъёмом, то есть традиционный, набор отличный и характерный для смартфона. Давайте предлагаю оценить сам, посмотреть смартфон. Итак, что у нас здесь есть? Во-первых, смартфон построен на процессоре Mediatek 6577, с ядерами это Cortex-A9. Рабочая частота у него 1200 МГц, двухъядерный процессор. Графика здесь PowerWare SGX 531, здесь графика весьма неплохая. Далее, здесь 4 ГБ для хранения данных и 512 МБ оперативной памяти. Не совсем много, конечно, для современных смартфонов, но стоит учитывать, что всё-таки это бюджетный смартфон. И когда мы покупаем бюджетный смартфон, мы всегда идём на компромиссы. Установлен TFT-дисплей, 4,5 дюйма, разрешение 480 на 854 пикселя, прошу прощения. Давайте его подключим. Итак, из особенностей предлагаю сначала оценить корпус. Задняя крышка выполнена из матового пластика, у него есть текстурная поверхность, то есть, не знаю, смогу ли это видеть, но он приятен на ощупь. Особенно, если учитывать, что мы тестируем смартфоны с регулярной периодичностью, и в основном это глянцевые собратья, отличающиеся только лишь незначительными телеветами корпуса, но и везде глянцевый пластик, то есть, от него мы начинаем подуставать. Наклеечка. Логотип Prestige, она подметал выступающий блок камеры. Смотрится, тоже весьма интересно, то есть, не просто топливная камера, но по центру. Камера здесь у нас 8 мегапикселей, камера неплохая для смартфонов. Все интерфейсы выведены на верхнюю панель, это microUSB аудиоразъем. Здесь слева качелька громкости и справа кнопка включения. Внизу есть ряд сенсорных клопок Android, они подсвечиваются белым. Установленная операционная система Google Android 4.1. Здесь минимум вмешательства производителя, фактически мы получаем своего рода Google Edition смартфон. То есть, нет надоедливых тач-визов, соникских интерфейсов, например, у Oppo тоже интерфейс заслуживает отдельной критики. Здесь этого ничего нет, чистенький Android. Все, что вам необходимо, можно поставить вручную, никакой лишней памяти не задействуется. Из софта есть программа Office Suite, то есть, для открытия документов необходимо зарегистрировать сейчас смартфон. И то здесь мы можем выбрать ворловский файл, Excel файл и презентацию, и посмотреть PDF, например. То есть, очень удобно, если вы играете Prestige. Использовать программу необязательно, можно удалить без проблем, если вам она не нравится. Предлагается не графику, графика здесь должна получить ожидаемые результаты. Процессор 6577, Mediatek мы уже тестировали. Кстати, у него вышел неплохое обновление в виде 6587 процессора, который практически вдвое увеличил предварительность по игру и практически втрое по графике. Хочется надеяться, что, возможно, компания Prestige выпустит модификацию версии 2 этого смартфона. То есть, на процессоре Mediatek 6589. Ну и 6577 способен удовлетворить все потребности. Я, честно скажу, использую как повседневный смартфон именно решением на 6577-м Mediatek. Мне этого хватает и для работы, и для игр, и для развлечений. Так, в Antutu программу набирает 7208 баллов, собственно, как и все смартфоны на этом процессоре. Подробные результаты, я думаю, стоит, не стоит признать, но давайте посмотрим. То есть, ползу, по памяти, сколько набираю, возможно, кому-то циферки будут интересны и полезны. И можете оценить. Предлагается уничтоженный бенчмарк, который не менее важен и показывает более объемную оценку. То есть, это Вилам Бенчмарк 1329 на 353. Отрисовки графика здесь у нас идет вообще на отлично, никаких зависаний, потормаживаний нет. По Antutu тесту давайте оценим на батареечку. Здесь у нас устройство набирает 5566 баллов и установлен аккумулятор на 1800 мАч. Благодаря относительно уже устаревшему процессору, смартфон работает более-менее удобно. То есть, время автономной работы для этой елкости неплохое. Ну и стоит учитывать, что все-таки смартфон стоил всего 7000 рублей. При этом у него качественный корпус. Отдельно давайте попробуем запустить игру GTA 3. И мы запускали здесь RL Racing, то есть, никаких проблем нет. А у смартфона, если вы помните, недавно мы тестировали примерно в этом же ценовом диапазоне два смартфона от компании Gigabyte. Это Evo и Ako. Там были проблемы, то есть, хотя и процессор используется, по идее, более новый, чем Evo. Вот там у другого производителя. Сейчас не буду упоминать, то есть, у нас все-таки обзор. Посмотреть можете на канале, если интересно. Так, я запустил GTA, у нас ментовская тачка. Игра работает плавно, то есть, можно наслаждаться играми RL Racing. Минфо-спит будет с небольшими подвисаниями, но поиграть можно. А все, есть в некоторых играх, можно просто уничтожить графику и спокойно дошли. К сожалению, здесь отрицательные минусы можно отметить, используя TFT-матрицы. Все-таки хотелось бы видеть IPS. Картинка была бы сочнее, а здесь мы страдаем из-за углов обзора, у нас искажаются цвета. Но зато есть более-менее нормальный уровень производителя с нагрузком, а ядро не такая уж и большая. Смартфон нам понравился, можно рекомендовать как его крепкий бюджетный смартфон начального уровня, или как первый смартфон для ознакомления с платформы Google, Android. Из минусов, как я и говорил, у нас здесь TFT-дисплей, относительно уже устаревший процессор. В этих же моментах здесь и более мощный, 6589. Графика здесь более-менее нормальная и 512 мегабайт оперативки всего. Хотелось бы видеть 9-байт. Но все это, возможно, желание только навязано маркетологами. Производительности, как вы видите, действительно хватает. То есть в этом плане никаких тормозов и прям явных багов и отрисовки перфейса именно программного нет. Неплохая камера, 8 мегапикселей, снимки делают хорошо. В ночное время ожидаемые есть проблемы с фокусировкой. Ну, это характерно для большинства сверхфонов бюджетного и среднего уровня. С удовольствием отвечу на ваши комментарии. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Всем спасибо, всем пока, до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok